Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя встреча посвящена замечательному празднику – Дню России. И мы рады приветствовать вас на телепроекте «Музыкальные мосты дружбы». У нас в гостях директор Государственного театра оперы и балета «Астана-Опера» Ахмедьяров Галам Алгеевич и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Бородавкин Алексей Николаевич. Галам Алгеевич, вам слово. Алексей Николаевич, разрешите поздравить вас и всех россиян с вашим главным праздником – Днем России. Спасибо, спасибо большое. Хотелось бы отметить, сказать, что наш театр был построен в 2013 году по инициативе нашего первого президента Ельбасы Нашултана Абишевича Назарбаева. И наш театр сейчас тесно сотрудничает с ведущими творческими коллективами России и с ведущими театрами России. Хотелось бы отметить, что для нас большая честь при открытии нашего театра, на премьере нашего театра опера «Аттелла» Джузеппе Верди дирижировал знаменитый дидирижер современности Валерий Абисалович Гиргиев. Наш театр впервые выехал на гастроли в Санкт-Петербург, где в Мариинском театре мы представили ту же оперу «Аттелла» и нашу национальную оперу Мухана Тулебаева «Бржан Сара». И, конечно, хотелось бы сказать большое спасибо Валерию Абисаловичу за ту высокую оценку профессиональную, которую он дал нашему симфоническому оркестру, хору и нашим солистам. В 2017 году мы также съездили в Санкт-Петербург и также в Мариинском театре мы показали балет Мориса Жара «Собор Парижской Богоматери» Нотр-Дам де Пари, где не только зрители, но и критики очень положительно отозвались о нашей балетной труппе. И, конечно же, хотелось бы сказать, что в конце прошлого года у нас состоялись, можно сказать, знаменательные такие обменные гастроли. Камерный театр Санкт-Петербург-Опера и, конечно же, наши гастроли в Красноярском государственном театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Хотелось бы с гордостью сказать, что в 2017 году мы провели 10-й юбилейный юношеский конкурс международный имени Петра Ильича Чайковского. А также в два года один раз в нашем театре проходит международный конкурс пианистов «Астана Пиано Пэйшн», где главным руководителем и инициатором является народный артист России Денис Мацуев. Наши артисты на постоянной основе выезжают с гастролями, выступают в лучших театрах России и, конечно, участвуют в международных конкурсах. Алексей Николаевич, расскажите, пожалуйста, о творческих связях Казахстана и России. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить Галая Алгеевича за очень интересный и полный обзор тех культурных связей, которые существуют между «Астана-Опера» и российскими творческими коллективами. И я хочу просто добавить к этому, что не только по линии этого музыкального знаменитого выдающегося коллектива казахстанского у нас существуют культурные связи в области искусства, гуманитарные в целом контакты, но и по линии других театров, других творческих коллективов. В частности, за последнее время мы провели около больше пяти выставок больших художественных в Казахстане. С большим успехом прошли гастроли театра имени Вахтангова в Нур-Султане. И на этот год мы запланировали еще целый-целый ряд других премьер, других гастролей, в частности, театра, студии «Фоменко» и других российских коллективов, которые должны приехать сюда. Но культурное сотрудничество между нашими странами – это улица с двусторонним движением. И мы ждем, конечно, с большим нетерпением приезд в сентябре. Мы надеемся, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, это все-таки эти гастроли состоятся в Москву, на сцене Большого театра, выступит «Астана-Опера» с оперой «Абай» и с другими спектаклями. Московская публика с большим нетерпением ждет этих событий. Ну и я надеюсь, что все-таки, несмотря на эти сложные обстоятельства, связанные с эпидемией, мы проведем и дни российской культуры в Казахстане. Это тоже большое событие и дни Эрмитажа в столице Казахстана, ну и еще целый ряд других мероприятий. Я хочу подчеркнуть, что без культурного сотрудничества, без сотрудничества в области искусства, конечно же, наши связи были бы неполноценными, обедненными, и поэтому мы очень большое значение придаем развитию российско-казахстанского гуманитарного сотрудничества в целом. Спасибо. А сейчас я хочу предложить вам вспомнить программу, посвященную юбилеем Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Ивановича Глинки. Премьера ее состоялась осенью 2019 года в Российском Центре науки и культуры, а затем ее увидели зрители других городов Казахстана. Итак, в исполнении солистов Театра «Астана-Опера» заслуженного деятеля Казахстана Азамата Желтергузова и заслуженной артистки Республики Башкортостан Альфии Каримовой прозвучат замечательные романсы из этой программы. Партию фортепиано исполнит главный концертмейстер оперной труппы нашего театра Елена Сахно. Партию фортепиано исполнит главный концерт Играй, а ты не знай печали, Харит и лель тебя венчали, И колыбель твою качали, И колыбель твою качали, И колыбель твою качали. Твоя весна, тихая сна, Для нас, а жди, не ты рождена, Часы обоенье лови, лови, Мутые дни отдай любви, Мутые дни отдай любви, Играй, а ты не знай печали, Харит и лель тебя венчали, И колыбель твою качали, И колыбель твою качали, И колыбель твою качали. Твоя весна, тихая сна, Для нас, а жди, не ты рождена, Часы обоенье лови, Мутые дни отдай любви, Мутые дни отдай любви, Играй, а ты не знай печали, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этой маленькой Перри Но нельзя быть милей, но нельзя быть милей Резвой ласковой Мэри Резвой ласковой Мэри Резвой ласковой Мэри Будь же счастлива, Мэри Солнце жизни моей Ни тоски, ни потери Ни ненасовь дней Пусть не ведает Мэри Пусть не ведает Мэри Ни тоски, ни потери Ни ненасовь дней Пусть не ведает Мэри 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу также сказать, что Астана Опера, конечно же, это мы все понимаем и знаем, ведущий музыкальный коллектив, оперный и балетный коллектив в Казахстане, и поэтому мне особенно приятно пригласить коллектив Астана Опера для участия в международном марафоне культур. Это инициатива, которую выдвинули Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Михаил Шуеткоев, Денис Мацуев и другие выдающиеся российские деятели культуры и искусства. Это мероприятие будет проходить под эгидой ЮНЕСКО. Она будет посвящена сохранению фундаментальных гуманистических ценностей и общего культурного пространства в мире. Так что надеемся, что вы примете участие в этом большом и важном марафоне, как он называется. Надеемся, что это все увенчается большим успехом. Благодарим вас, Алексей Николаевич, за приглашение в участие в международном марафоне культур. Несмотря на карантин, театр Астана Опера с представительством Россотрудничества и другими партнерами реализовали несколько очень интересных творческих проектов. Особо хочется отметить концерт «Чайковский онлайн», посвященный 180-летию со дня рождения великого русского композитора. В этом концерте приняли участие выдающиеся музыканты с мировым именем. Максим Венгеров, Владимир Овчинников, Борис Андрианов, Валерий Ворона. И послушайте, пожалуйста, несколько произведений из этой программы, которую в режиме онлайн посмотрели десятки тысяч любителей музыки. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Мы уже говорили о том, что на исторической сцене Большого театра в Москве будет показана постановка оперы «Абай» в исполнении артистов «Астана-оперы». Во-первых, мы благодарны руководству Большого театра, что опера «Абай» почти после 50-летнего перерыва вновь пройдет на исторической сцене Большого театра. Кроме оперы «Абай», конечно, мы планируем показать балет Мориса Жара «Собор Парижской Богоматери», который стал классикой XX века и который давно уже не шел в Большом театре. Вдохновившись романом Пушкина «Евгений Онегин», «Абай» сделал перевод-пересказ этого шедевра и не только, он положил на музыку письмо Татьяны. Он смог передать то душевное волнение, те чувства, и он передал так, чтобы, по словам Мухтара Ауэзова, русская девушка Татьяна грустила одной грустью с дочерьми казахов. Татьяна грустила 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Я надеюсь, что сейчас мы послушаем произведения, которые посвящены великой победе наших народов в этой страшной и великой войне, победа в которой отдается гордостью в наших сердцах. Вы правы, Алексей Николаевич. Предлагаю сейчас вместе с вами послушать ставшую поистине, можно сказать, народной песней Яна Френкеля и Расула Гамзатова «Журавли». В рамках совместного проекта «Асана опера» и с представительством Рост сотрудничества в Казахстане ее исполнили наши ведущие солисты не только Казахстана, но и России. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Пользуясь случаем Хочу поблагодарить Александра Борисовича Градского За его музыкальное творчество И в частности За музыку К этим пяти романсам Дорогая, я к тебе приходил Бубы твои запрокидывал Долго пел Что я знал и слышал Слышал ключ Знав, что голос твой Чурень пишет поч От дверей твоих Потеряли все ключи Бубы твои Прощальные коричи Красными цветами Поприт твой ковер О том, что я был здесь ночью вор О том, что я унес отсюда текло Как меня, дорогая, в дороге жло Как не припомнилось твое вино Как не прикинилось твое окно Снова я, дорогая, к тебе приходил Бубы твои запрокидывал Долго пил Мню я быть мастером За тосковав о трудной работе Чтоб останавливать Мрамор гиблый разбег и крученья Плит жеребцов из бронзы Гудящий с ноздрями, как розы И выков, у которых вздыхают острые рубра Веки тяжелые Каменных женщин не дают мне покоя Губы у женщин молчаливы Затумчивы ничего не расскажут Дай мне больше недуга этого жизнь Я не хочу туманья Жажды мне даю уменья В этой искусной работе Вот я вижу лежит молодая В длинных одеждах опершись на локоть Паятель теплого ясного сна В круг нее поларшина Оставил мальчик Над ней наклонился Чуть улыбаясь крылатый Дай мне жизнь усыплятих Так крепко Каменных женщин У тебя ли глазище синий Шитый пояс и серьга Для тебя лесной княгини Даже жизнь недорога У тебя ли под окошком Морок синий розов снег У тебя ли под окошком Горевым искать ночлег Но ветра не постояльцы Ночь глядит в окно к тебе И в четыре свищет пальца Лысый черт в печной трубе Как тебя такой прославишь Виноваты мы кругом Одного себе оставишь И забудешь о другом До пяты распустишь козы И вберешь глаза во тьму И далекие волосы Вдруг припомутся ему И когда губам губами Ты прильнешь с меня с губя Он любыми именами Назовет в ответ тебя Я завидовал Зверю в лесной норе Я завидовал Птицам летящим в ряд Чуят шерстью врага Иль плескаясь в заре Полетать и кричать Что вернешься назад КОНЕЦ Я завидовал Я завидовал Зверю в лесной норе Я завидовал Птицам летящим в ряд Чуят шерстью врага Иль плескаясь в заре Улетать и кричать Что вернешься назад Родительница стихи Непремимая Окрашеною Сердце жаркой кровью Степную песню Склонившись к изголовью Всех трав твоих Одну тебя поют К певочему я обращаюсь Звуку И ноги потускнеет Серым ром Так плотываю сет Твою зиновью руку Кривое ястребиное перо Казахстан и Россию роднит многое И в том числе То, что В наших многонациональных государствах Представители всех наций и этносов Имеют возможность развивать Сохранять свой язык Свою культуру И сейчас прозвучат песни народов Живущих в мире и согласии И в Казахстане, и в России Казахстан и Россию роднит многое 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА А впереди их лебедь в глазах, как роща груз, не ты ли плачешь в небе, отчалившая руз? Лети, лети, не бейся, всему свой час и в рек. Ветра стекают песню, а песня канет век. Лети, 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 золотая Русь! Д100 Redezit. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы благодарим вас за внимание. Большое спасибо, Галый Малгиевич, Маржан Турашевна. Я признателен вам за то, что в стенах Астаны опера прошла эта встреча, исполнялись произведения русских, казахстанских композиторов, поэтов. Это, надеюсь, далеко не последняя наша встреча. Я надеюсь на продолжение нашего очень дружеского, теплого сотрудничества и взаимодействия. Благодарю вас. Еще раз, уважаемый Алексей Николаевич, разрешите поздравить вас и всех сотрудников посольства, сотрудников Россотрудничества в Казахстане и всех россиян с этим знаменательным праздником. И вместе мы говорим... Без гергемес! Субтитры создавал DimaTorzok